Добрый день! Дорогие друзья, слушатели нашего канала «Записки хирурга» Сегодня речь пойдет об достаточно интересной патологии, которая называется синдром выхода из грудной клетки У нашей коллеги-врача ультразвуковой диагностики возникла очень важная для ее специальности проблема Она не могла больного обхватить рукой, у нее болела рука И был сделан ряд исследований, там невролог, терапевт, не могли понять в чем дело И оказался, это блок подключичной артерии между ключицей и первым ребром Когда рука опущена, у пациентка все хорошо, когда она поднимает руку, возникает блок Мы покажем вам на онкографии эту проблему Нашу героиню зовут Елена Сергеевна Скажите, пожалуйста, как обнаружили ваши заболевания и как вы к нам приехали? В течение 6 лет я работаю врачом ультразвуковой диагностики И в октябре прошлого года внезапно у меня повисла правая рука Появились парастезии, подъем давления до 150 при подъеме руки вверх И я уже не могла держать датчик, обхватывать рукой пациента с левой стороны, смотреть его Долгое время ходила от неврологов к терапевтам и к другим специалистам Диагноз не могли поставить, пока не сделали ангиографию и не нашли блок подключичной артерии Симптоматика нарастала постепенно, появились головокружения, головные боли, напряжения И практически никакие обезболивающие симптоматику не снимали И вот я обратилась к Роману Николаевичу с такой проблемой, чтобы мне помогли Так вот, эта операция лечится достаточно простой операцией, удалением первого ребра Однако здесь есть подводные камни, основная из них это неврология плечевого сплетения Которая может развиться, если это сделать достаточно травматично Есть два доступа, можно эту операцию делать через подмышку И делать надключичным и подключичным таким двойным доступом Нам, мы полагаем, что все-таки надключичный доступ, он менее травматичный, более безопасный Хотя у детишек, например, трансаксиллярный доступ, он проще, в отличие от взрослых Сейчас вы можете поднять руку? Да, руку поднимаю, пульс акция Пульс есть Будет здорово сделать ангиографию, это КТ И вы увидите и в таком положении, и в другом, это на ваш вкус Что там никакого препятствия нет А еще лучше увидеться где-нибудь через полгодик или через год Чтобы вы сказали, что эта проблема полностью ушла, ее нет Кстати, левая рука-то тоже, наверное... Левая пока только не меет очень ночью, пальцы не чувствует Давайте так, пройдет полгода, посмотрите А наш ролик, собственно говоря, о такой деликатной проблеме, с которой люди не знают, куда пойти Вот он закончен И мы будем рады видеть вас на нашем канале Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!